МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Без этих преступлений не обходится ни одна криминальная сводка. Счет потерпевшим идет на сотни, а нанесенный ущерб исчисляется миллионами рублей. И главное, никакого насилия. Зачем? Если достаточно просто поговорить. А люди, к сожалению, часто бывают слишком доверчивыми. Об основных схемах, которые сегодня используют телефонные интернет-мошенники, нам рассказал начальник межмуниципального управления МВД России по ЗАТО Саров Андрей Чернышев. Андрей Анатольевич, давайте, чтобы обозначить масштабы проблемы, о которой мы сегодня будем говорить. Ситуация с мошенничествами. Насколько остро она стоит в здоровье? Ну, вот по десятибальной шкале, где один – это ничего страшного, просто отдельные громкие эпизоды, и десять – это прямо караул. То есть жертва может стать даже вполне адекватный человек, который находится в трезвом уме, в здравой памяти и все понимает. Ну, давайте я скажу, как бы по десятибальной – это где-то, наверное, семь. Потому что практически каждый день в Управлении внутренних дел по ЗАТО Саров обращаются граждане, которые обмануты, были мошенниками. И схемы абсолютно разнообразные. Процентов 60-70 – это телефонное мошенничество, когда гражданам осуществляются звонки на домашние телефоны, в основном на мобильные телефоны, представляются сотрудниками кредитной организации, в основном это Сбербанк почему-то, ну, наверное, потому что у большинства граждан имеются карточки данного банка. Либо первые представляются сотрудниками банка и говорят, что совершали вливый какой-то перевод денежных средств какому-то гражданину, вот, соответственно, гражданин отвечает, что нет, я никакие деньги сейчас не переводил, тогда нам надо сейчас сверить ваши данные и отменить данный перевод. То есть они, мошенники, уточняют номер карты, три цифры на обратной стороне, фамилию, имя владельца, и после этого с банковской карты уходят все деньги, то есть похищаются денежные средства. Переводятся на другие счета, номера телефонов, киви, кошельки и так далее. Там схема выводов, она очень разнообразна. Следующая примерно похожа схема, когда вам осуществляется звонок, и представляют сотрудники банка, и говорят, вы сейчас через Сбербанк онлайн оформили кредит в сумме 120 тысяч рублей, и вам кредит одобрен, но мы хотели сейчас перевести денежные средства, но увидели, что номер карты, на который переводится, он вам не принадлежит, а принадлежит Иванову Ивану Ивановичу, вот, а не та банковская карта, которую вы пользуетесь постоянно. И спрашивают, вы подтверждаете перевод этой суммы на банковскую карту Иванов Ивановичу? Гражданин, конечно, говорит, конечно, нет. Я вообще никакой кредит не оформлял и так далее. После этого ему говорят, ну тогда вам надо будет подать повторную заявку на оформление кредита через Сбербанк онлайн. Гражданин все это делает, оформляет сам уже кредит через Сбербанк онлайн, соответственно, через несколько минут ему кредит одобряют, и на денежные средства поступают на счет гражданина. То есть в сумме 120 тысяч рублей и плюс страховка жизни и здоровья. По полной программе. По полной программе, да. После этого ему опять ущелять звонок, говорит, все, вы повторную заявку сделали, теперь вам надо будет эти денежные средства обналичить, так как это кредит, ну то есть надо понимать, что вы им пользовались, с карты снять деньги все 100%, и отправить их на резервный счет, в счет погашения вашего кредита. То есть, соответственно, это будет в течение суток, вы кредитом не пользовались, соответственно, процентов банк вам не начисляет, и на следующий день вы придете в ближайшее отделение Сбербанка, и вам отдадут кредитный договор, то есть растогнут с вами кредитный договор. Гражданин снимает все денежные средства, отправляет их самостоятельно через банкомат на номера, которые указывает мошенник, это либо номер карты, либо номер сотового телефона, то есть все 120 тысяч рублей гражданин отправляет самостоятельно, потом приходит на следующий день в отделение Сбербанка и говорит, давайте мы растогнем с вами договор, я получил кредит, в этот же день вам все вернул, там через час, я не пользовался, проценты вы мне не начисляете. Мне говорят, вы получили кредит, его обналичили, а куда вы денежные средства делили, нас не интересует, и вы должны банку 120 тысяч рублей, и плюс проценты, которыми там будете пользоваться, и, соответственно, страховку, которую вы сами же оформили. Если граждане начинают каким-то образом противиться тому, что оформить заново кредит и так далее, мошенники им в настойчивой форме доводят, что если вы сейчас подали заявку, и вы не обналичили денежные средства, то есть в следующий раз при обращении в банк, банк вам просто откажет в кредите, потому что вы получили кредит, им не воспользовались, и в таком духе дальше развитие ситуации немножко разное бывает, но итог один, денежные средства гражданин сам похищает. Раньше любили пожилым людям звонить, понимая, что человек просто может перенервничать в этой ситуации, не сориентироваться. Они для этого и в основном звонили на стационарные номера, для того, чтобы пожилые люди более к этому относятся, сразу все принимают близко к сердцу, и начинают, никак не раздумывая, совершать нерациональные действия. У нас даже много было таких фактов, когда сами потерпевшие в силу своего возраста не могли пользоваться ни банковскими картами, ни термилами оплаты и так далее. Мошенники выходили, следующим образом они находили, подбирали из сотрудников служб фирмы такси людей, брали их как бы в оборот, обещали за то, что они совершат действия, заберут денежные средства, переведут, и за это получат определенный процент. Некоторых просто обманывали, вводили в заблуждение, говоря о том, что это мои пожилые родители, мне срочно понадобились деньги, я нахожусь в Москве, Санкт-Петербурге, там и в другом городе, который находится далеко, и, соответственно, нужно перевести деньги, а мама, бабушка, папа не может. И, соответственно, приходили и забирали деньги, и отправляли мошенников. А в этом случае человек освобождался от уголовной ответственности? Ну, все зависит от того, у нас... Если он не понимал, что принимает участие. Нет, ну, если не понимал, это как бы один вопрос, то есть он проходил по делу как свидетель, а у нас лет пять назад направил несколько уголовных дел в суд, когда водитель такси умышленно, зная, что он обманывает потерпевших, имея с этого определенные денежные средства, таким образом забирал, отправлял, и это было поставлено на широкую ногу, им порядка там пяти-семи эпизодов преступной деятельности совместной мы вменили, и данный человек был осужен, в том числе, к реальному лишению свободы. Андрей Анатольевич, большая доля успеха мошенников заключается в том, что они владеют персональными данными. Когда тебе звонят, они обращаются к тебе по имени-отчеству, могут даже знать, где ты живешь. Номер карты какие-то первые или последние цифры, откуда у них такая информация? Ну, смотрите, мы все зарегистрированы во многих социальных сетях. Там есть фамилия, имя ваше в основном указываете. Также номер вашего телефона указывают. Соответственно, позвонить и назвать вас по имени-отчеству не представляет никаких проблем. Это первый момент. Второй момент, мы в том числе указываем номера своих кредитных карт, банковских карт, где только угодно. Есть целая группа товарищей, которые занимаются поиском таких данных, в том числе в сети интернет. Все вы, наверное, много слышали информации, когда из Сбербанка России утекали персональные данные граждан с указанием, фамилиями, отчества, место рождения, даты рождения, номеров банковских счетов и так далее. То есть, соответственно, эти сведения кто-то покупает и использует, в том числе мошенники, использует их в своих преступных действиях. Я просто пример вам приведу. Мы снимаем денежные средства, мы делаем перевод через банкомат. Нам выдают чек. Мы, если посмотрели, перевод совершен, все нормально, смяли его, бросили в урну. А если взять эту распечатку, там имя отчество ваше есть. Номер первые четыре цифры и четыре последние цифры вашего счета есть, банковской карты. Соответственно, не стоит ничего там. Мошенникам этого достаточно. Да, этого достаточно. Номер телефона, соответственно, начинают в соцсетях искать людей с похожими данными. Соответственно, номера телефонов устанавливают и спокойно осуществляют звонки без всяких вопросов. Андрей Анатольевич, полиция, как известно, занимается не только раскрытием преступлений, но и профилактикой правонарушений и преступлений. Какую работу наше управление ведет для того, чтобы сбить волну мошенничества? Ну вот смотрите, Межмуниципальное управление Безатусаров проводит большую очень работу по профилактике мошенничества. Потому что у нас сейчас проще спрофилактировать, чем раскрыть данное преступление. Потому что мы очень давно занимаемся этой проблематикой. И все последние мошенничества, они совершаются из-за пределов Российской Федерации. В основном это Украина. Потом получаем движение по счетам и устанавливаем, что денежные средства снимаются в Одессе, Днепропетровске и других городах Украины. То есть там работают целые кулцентры, которые разводят граждан Российской Федерации. А по профилактической работе у нас мы ежемесячно направляем во все предприятия города актуальную информацию о тех видах мошенничества, которые произошли в текущем месяце. Расписываем конкретные примеры, каким образом позвонили, с каких номеров, как представлялись. И дальше дальнейшие действия поэтапно, как делали граждане, в отношении которых были совершены мошенничества. Какие-то типовые схемы. Ну да, мы берем не то, что по Нижегородской области, потому что там под видом цыга немного очень мошенничества, по замене счетчиков воды и так далее. Вот именно те, которые касаются именно города Сарова. Направляем. Во всех торговых центрах, подъездах разместили информацию по профилактике мошенничества. Цветные листовки, периодически их там удаляют, убирают. Мы их опять обновляем. В 2019 году дважды весь личный состав межмуниципального управления обошел практически все дома города, до каждой квартиры, где нам открыли дверь. Мы еще раз, живой сотрудник полиции, вживую довел информацию по профилактике мошенничества, вручил памятки по профилактике, объяснил, как действовать в той или иной ситуации, если вдруг начинают звонить мошенники, что необходимо делать. И, соответственно, эту работу мы будем продолжать и в этом году. Мы в конце прошлого года сделали выборку небольших видеороликов от двух до пяти минут, которые транслировались на всех федеральных каналов, записали диски и в большие предприятия, администрации, в НИЕ, в дивизии, КБ-50 и так далее, специальное пожарное управление, департамент образования и так далее, отправили руководителям, чтобы они разместили, администрации подготовили ответ, что они на официальном сайте администрации сделали ссылку на этот ресурс с этими роликами профилактического характера, чтобы каждый гражданин мог зайти, посмотреть и так далее. Андрей Анатольевич, волна мошенничества идет уже не первый год. Как вы считаете, в обществе начинает вырабатываться какой-то иммунитет? Количество преступлений сокращается, или мошенники все равно раз за разом придумывают новые схемы, чтобы людей чем-то удивить? Нет, но мошенники раз за разом совершенствуют свою схему. То есть, соответственно, если люди уже не ведутся на определенную схему, потому что уже знают, они начинают что-то в эту схему добавлять, либо как-то ее изменять, чтобы люди все равно попадались в это. Давайте просто на примере. Вот в эфире обсуждали случай, когда у жителя Сарова два раза выведено. Да, два жителя города Саров работают дворником. В прошлом году осенью ощутился звонок под видом отмены операции. Представили сотрудникам банка и сказали, что нам необходимо, чтобы вы сообщили нам номер карты и обратные три цифры. После этого к вам придут смс-сообщения, в которых будет указан четырехзначный код. Вы нам передайте его, нам надо удостовериться, вы или это, или не вы. То есть, он, соответственно, все эти данные передал, и с банковской карты гражданина было похищено 188 тысяч рублей. Все накопления. Да, все накопления. Он еще подкопил немножко, и вот в январе этого года поступил ему звонок, то же самое под предлогом того, что у него скомпрометирован счет, и необходимо денежные средства срочно перевести на другой счет. Гражданин подошел к банкомату, снял всю наличную и запихал назад банкомат на тот счет, который ему указали мошенники. То есть, соответственно, 120 тысяч рублей он снова отправил мошенникам. Вроде бы схемы похожи, но немножко там просили сообщить номер счета и те кода, которые приходят в смс-сообщения. Здесь немножко схемы интерпретировали. Здесь у него сказали, что счет скомпрометирован, надо снять срочно. По большому счету, человек снимает наличные денежные средства, вот они у него в сохранности, они в кармане находятся, куда их еще можно сохранить. Его там убеждают, что надо положить на резервный счет, все будет хорошо. Соответственно, он самостоятельно 120 тысяч рублей пихает снова в банкомат на счет указанных мошенников. То есть, по сути, мошенники, обращаясь к гражданам, предлагают им защититься от мошенничества. Все именно. Им в разговоре они внушают, что в отношении вас совершаются преступления, что вы станете жертвом мошенничества, что сейчас у вас похитят все денежные средства, либо бьют на то, что если вы сейчас определенную операцию не сделаете, то вы больше никогда кредит не получите. И так далее. Хотя, если читать смс-сообщение, которое банк направляет, там все расписано. Не передавайте эту информацию третьим лицам, даже сотрудникам банка. Все там четко написано. То есть, это информация только для конкретного клиента, то есть, для вас. Я сам недавно чуть не стал жертвой мошенников. Мне позвонили, тоже сказали. Ну, обратились с вопросом. Вы переводили деньги? Я говорю, нет, первый раз слышу. Отлично. Сейчас мы совершим некоторые действия, чтобы эту опасность нивелировать. И что-то у меня в голове екнуло. Я положил трубку, позвонил на официальный номер, ну, как в случае со Сбербанком 900, где мне сказали, что информация о переводах, кому, в каком размере, строго конфиденциальна. Никто и никогда ее по телефону говорить не будет. Это просто информация для запоминания. Да. Нет, ну, я вот всем гражданам говорю, ну, как бы в целях профилактики, да, любой банк, я вот, ну, ни разу, у меня вот есть и карта Сбербанка России, и ВТБ карта. Вот за все пользование картами мне с банка никто не звонил и никогда никакие вопросы не уточнял. Соответственно, если, вот для всех граждан, если вам позвонили и представляется сотрудником службы безопасности любого банка и начинают у вас уточнять ваши персональные данные, фамилии, имя, отчество, дату рождения, номер счета, переводы какие-то вы делали, сколько у вас остаток на счету и так далее, это можно прям сразу бросать трубку, если какие-то вопросы интересуют, позвонить на номер, который есть на обратной стороне карты, если какие-то проблемы со звонками или необходима какая-то дополнительная информация, у нас очень много отделений банка, в которые можно прийти и при личной встрече все вопросы переговорить, обсудить. Никакие действия нельзя совершать, никакие цифры, которые приходят в смс-сообщение, говорить, тем более номер счета с обратной стороны, дата, до которого действует карта, это все сведения, которые мошенники могут использовать, в том числе похищение денежных средств, также заказов каких-то товаров, услуг в сети интернет, вот у нас несколько фактов есть, когда гражданин теряет банковскую свою карту, после этого ее кто-то находит и осуществляет покупку в сети интернет, на сайте Алиэкспресс, заказывает какой-то товар на определенную сумму, которая там примерно находилась на счете. Андрей Анатольевич, если человек, которому позвонили мошенники, понимает, что он у них на крючке, он может каким-то образом помочь полиции? Вот в тот момент, когда он с ними разговаривает. Ну, так-то, в принципе, может. У нас у многих телефонов есть функция автозаписи, то есть все разговоры записываются. Если человек попал в жертву мошенников, то есть можно предоставить эту аудиозапись, а второе, мы такие вот аудиозаписи очень часто используем в профилактических целях, особенно когда, чтобы жители сами понимали... Как наглядный пример. Как наглядный пример, каким образом, то есть как они говорят, что они говорят, каким образом отвечают, как они парируют разговор с потенциальной жертвой мошенников, как он им отвечает, и как они расстраиваются, то, что не удалось им получить ту информацию, которую им хотелось бы. Знаете, я сейчас подумал, вот мы с вами говорим о том, как уберечься от мошенников, а там в колл-центрах, наверное, мастер-классы, тренинги проводят, как правильно развести человека. То есть там, я так думаю, работают психологи определенные, которые знают, на что надавить, чтобы человек расходил дальше разговор и больше у него информацию получили. Склонясь к необдуманным действиям. То есть я правильно понимаю, если звонят из банка, на всякий случай сразу запись разговора нажать, и дальше это будет или доказательная база, ну или как минимум наглядный пример. Но если вам начинают, то, что я привел примеры, устанавливать ваши персональные данные, номера ваших счетов, остаток и так далее, это 100% мошенники, больше не надо с ними разговаривать, просто ложите трубку и больше, как бы, если будут звонить с этих номеров. Обычно мошенники осуществляют звонки с IP-телефонии. И первые цифры, как мы понимаем, Москва, это 495, то есть, соответственно, московский номер. По факту, этот номер совершенно другой. Сейчас мошенники у нас очень используют... Технически продвинутые. Технически продвинутые IP-телефонии с подменой номеров. Я просто вам примеду несколько примеров, когда потерпевшие были заинструктированы, знали, как действовать, противодействовать мошенникам. Они все равно попались на удочку. Стали разводить, что у вас снимаются денежные средства, надо передать данные и так далее. Он говорит, я все знаю, вы мошенники и так далее. Они говорят, подождите секундочку, сейчас вы перевернете карту, посмотрите там официальные номеры банка, у вас там Сбербанк, да? Сейчас вам будет осуществлен звонок. Соответственно, через несколько минут гражданин берет телефон. Там номер телефона такой же, как и на номере телефона карты. Соответственно, он поднимает трубку. Вот, смотрите, я вам звоню с официального номера банка. То есть давайте продолжать разговор. Мне нужны ваши такие и такие сведения. Вы видите, что я реально сотрудник службы безопасности, реально я вам звоню с официального номера. А когда уже гражданин передал все данные, все, когда подтверждение, соответственно, эпохи денежные средства, берем детализацию телефонных разговоров, там номер совершенно другой. Там привязка IP, там, Тайвань и так далее. То есть мошенники делают подмену номера, любого абсолютно могут сделать. И, соответственно, таким образом обманывать потерпевших. Давайте обсудим тему других мошенничеств, которые, к сожалению, тоже есть. Часто это мошенничество в сфере интернет-торговли. Да, очень много у нас... Мы с вами обыватели, да, и если, допустим, просматривать какую-то ленту новостей, да, вот в телефоне, там, в интернете, в планшете, там, в компьютере и так далее, мы видим, что там между срок есть там ликвидация склада, 90-процентная скидка. То есть граждане видят это. Почему бы не купить там... По бросовым ценам. Да, имущество, которое там стоило 10 тысяч рублей, а сейчас оно стоит 2 тысячи рублей. Соответственно, они начинают звонить, им как бы все говорят, все, да, мы ликвидируем склад, вот, пожалуйста, целая куча товара, которые мы готовы вам по бросовым ценам там продать. Человек, конечно, заказывает, а лучше взять 1, 2, 3 вещи, потому что там надо подарить кому-то и что-то, ну, как бы, данное имущество, там, брату, другу и так далее. Соответственно, заказывают, к ним приходит код передвижения товара, то есть они видят, где он находится, товар, он приходит в отделение почты России, то есть гражданин приходит, даже не предоплату просит, а оплату уже по факту получения товара, то есть вроде бы думаешь, ну, как бы, обмануть не должны, я пришел на почту. Никакого подвоха? Никакого подвоха, нет, деньги не просят, то есть деньги по факту получения товара, то есть приходит гражданин, вот посылка, ему посчитали, он говорит, все, с вас там такая-то сумма, он расплачивается, открывает, а там вместо товара совсем другой товар, и целая куча там для веса песка там и так далее. Вот у нас буквально на прошлой неделе возбудили уголовное дело, когда гражданин заказал тактические штаны, я так понимаю, это штаны там, где много-много карманов и так далее, красиво они там ковульфированы, и если вы закажете там за 4 тысячи эти штаны, то вторые штаны вы получите за 100 рублей всего лишь, то есть человек заказал двое штанов, а по факту мы пришли двое черных трико и грамм 700 речного песка в мешке. В подарок? В подарок, да. Соответственно, человек за 4,5 тысячи рублей купил двое трико, которое стоит цена там 100-150 рублей. Кота в мешке по большому счету покупают, и бесплатный сыр только в мышеловке. Мошенники именно в сети интернет выставляют цену товара намного ниже, чем она стоит реально в магазинах, то есть вот один в прошлом году хотел купить айфон новый, цена вопроса которого была порядка от 70 тысяч и выше, он его там за 15 тысяч рублей. Ничего не смутило человека? Ничего не смутило, я говорю, вы понимаете, что он в официальных магазинах стоит 70 тысяч рублей? А вы его хотите за 15 тысяч рублей купить. Соответственно, тот человек, который продает, он должен не остаться на кладе. То есть, соответственно, он купил его за 10 тысяч или за 5 тысяч рублей, да? Знаете, мне кажется, в этих ситуациях полиция бессильна. Тут просто на уровне здравого смысла. Еле есть или нет. Ну, мы пытаемся довести как бы... Когда люди обманывают, разводят по телефону, какие-то опасности обрисовывают одно. Когда человек, ну, по сути, он сам себя обманул. По большому счету. Ну, так получается, да. Я вот всем говорю, бесплатный сыр только мышеловки не может вещь, которая в официальных магазинах стоит определенную сумму. И пусть она даже БУ в 10 раз дешевле, чем она продает сейчас. Тем более, модель там, она только вышла и так далее. Друзья, на этом все. Напоминаю, что сегодня мы беседовали с начальником межмуниципального управления МВД России по ЗАТО Саров Андреем Чернышевым. Андрей Анатольевич, большое спасибо, что согласились прийти. Удачи вам и вашим коллегам в работе. Друзья, а вы не попадайтесь на удочку мошенников. Берегите свои деньги. До свидания.